Всем привет, уважаемые зрители, с вами Игорь, и добро пожаловать в рубрику Лего-обзоры. И это, если я не ошибаюсь, первое наше видео по этой рубрике в 2020 году. Опачки, пришло время. Вы мне писали, когда же ты покажешь, так сказать, новинки, вот ты получил на Новый год всякие интересные вещи, а когда же ты их покажешь? Я что добавляю, старое да старое, да, стареньких видео у меня еще немножечко имеется, вот. Но сегодня мы рассмотрим, наконец-таки, что я получил на Новый год. По названию видео вы, наверное, уже догадываетесь, что я хочу вам показать. Но, в общем, сегодня рассмотрим мы вот этот наборчик, а именно по мультику той истории, истории игрушек. И это у нас вот такой вот самый маленький наборчик, артикул набора 10766, и, конечно же, 4 плюс набор, и как можно больше. То есть, хочешь в 60 собирай, хочешь в 120 собирай, неважно. Да, здесь ограничений нету. Да, вот такой наборчик. У Буди, у нас машинка имеется, 3 солдатика малюсеньких, что, в принципе, в таком стиле они очень хорошо смотрятся. И имеются всякие различные, кстати, коробочки и вот эти вот штукенции безопасные, да, есть. И все. То есть, вот такой маленький наборчик я купил по акции, на сайте заказывал, пришел как раз этот наборчик и наборчик Overwatch, да, все по акции. Так-то его цена где-то 13 евро, если не ошибаюсь, или 12, я купил с акцией за 7,5 евро. Это очень хорошая цена для такого наборчика, потому что, в принципе, здесь он столько и стоит, да, то есть 7,5, в принципе, можно заплатить. Больше я не вижу смысла, так как здесь только одна мини-фигурка, да, а это у нас как бы не мини-фигурки, а вообще малюсенькие, так скажем, фигурки-солдатики, да. Но, в общем, вот такая коробочка, очень приятная на ощупь, то есть такая интересная коробочка. Нет у нас такой темы с задней стороны, где можешь пальчиком, так сказать, сделать дырочки, да, и открыть. Здесь надо будет мне ножницами или ножиком аккуратно отклеить, разорвать вот эти вот ленты, да. Да, у нас изображено, что имеется в наборчике, собирается очень примитивно. Мы, в принципе, это можем собрать на съемочку, да, покажу, что у нас имеется внутри, то есть собирается на раз, два, три. Прикольненький наборчик, почему бы и нет. Это у нас, если не ошибаюсь, по первому мультику, в четвертом мультике, не знаю, сценка такая была или нет, наверное, да. Вот, но, в общем, давайте же посмотрим, что же имеется внутри. Итак, мы перешли, так сказать, в другой режимчик. Вот, еще давайте мы глянем на коробочку. Вот такая, она, в принципе, мне нравится, как она выглядит, да. Сзади у нас имеются вот такие картиночки, да, то есть идеальное начало написано у нас. Но, в общем, давайте мы аккуратно ее откроем, я ножницами возьму и, так сказать, аккуратненько открою. Можно это ножичком, конечно же, сделать можно и ножницами. Итак, все, я открыл, немножечко я там заметил, поцарапал коробочку, ничего страшного. У нас имеется какой-то код, ничего страшного, что я здесь поцарапался, но это не видно. Так, открываем мы коробочку и... Ага, хорошо, я вижу очень много цветных запчастей, но, в общем, мы посмотрим, куда это будет использоваться. Вот так вот это выглядит внутри. Все, высыпаем. И что же у нас имеется? Все, коробочка у нас пустая, она, в принципе, такая плотненькая, да. Давайте сюда на фон мы поставим. Так, у нас имеется вот эта запчасть. Первый раз, в принципе, имею вот такую запчасть для, получается, это для машинки, да. То есть, окей, хорошо. Также у нас имеется большой мешочек, да, с разными большими крупными запчастями. Тут у нас, естественно, фигурка есть, тут солдатики и, так сказать, запчасти для машинки. И также у нас имеются самые мелкие запчасти, малючком мешочек. То есть, пульт управления, да, мы видим здесь для пульта. И, в принципе, глаза и, так сказать, крышечки для коробочек, да. Ну, естественно, сама инструкция, а инструкция вообще малюсенькая. То есть, у меня такие инструкции, естественно, имеются, да. То есть, что у нас имеется сзади? А сзади у нас имеются все запчасти, которые есть. Потом тут у нас что-то, код, какой-то код для чего, что с ним делать, я не знаю. И сама сборка, да. То есть, остальные наборы здесь у нас не изображены. Но, в общем, давайте я в быстрые перемотчики соберу этот наборчик. Наборчик. Activate. Activate. Check this out. Activate. Check this out. Check this out. Activate. Check this out. В общем, я собрал наборчик. И что можно сказать? Как бы процесс сборки. Да, все быстренько, все легко, все понятненько. И даже, можно сказать, интересно. То есть, я лего уже давненько не собирал. Вот, то есть, в прошлом году я собирал. И какой-то промежуток, как сказать, маленький прошел. У нас имеется здесь всего лишь одна дополнительная, так скажем, как бы, как запчасть. Хотя это тоже не назовешь запчасть. Это как бы как малюсенькая фигурка. А именно вот этот солдатик. Да, вот такая у нас, получается, имеется запчасть. То есть, здесь они очень постарались. Да, конечно, не первый раз мы такую, так сказать, видим мастюсенькую фигурку. Еще в сериях мини-фигурки были такие. Они использовались в виде трофеев. Да, то есть, вообще, очень молодцы. Они здесь сделали, постарались. Но не знаю, можно ли это использовать как дополнительную фигурку. Или можно оставить в наборе. Но мы сделаем как будто это дополнительное. В общем, это про дополнительное, что можно сказать, да. Также здесь нет никаких наклеек. Здесь только принты. И вы это видите сами. Давайте, пожалуй, мы начнем с Вуди. И фигурка что? Да, вы помните старые наборы. Там Вуди был совершенно другой. То есть, у него голова была, как и в мультике. Здесь они решили сделать в лего стиле. То есть, голова как в лего. С одной стороны, это правильно. С другой стороны, может быть, не очень. Но как бы Вуди был, как в мультике. Почему бы не сделать именно такого? Да, то есть, я здесь ничего плохого не говорю. Шляпа с волосами. Это одна запчасть. Все прикольно. Принтик на толще. Имеется все тоже супер прекрасно. Как бы ноги, ну, просенькие. Сзади у нас также имеется. То есть, она заводная у нас игрушка. Да, тоже это имеется. Но, про что я не знал, так то, что у него имеется лицо с двух сторон. То есть, вот одно лицо улыбающееся такое, да. И просто улыбка приятная, да. То есть, про это я не знал. И это большущий плюс. Потому что, правда, на коробке это не сказано. Я вроде нигде не видел. И как бы фигурка мне нравится. Кто бы что не говорил, но мне она нравится. Есть у меня Bass Lighter. И вот есть Вуди. Как раз, кстати, друзья у меня имеются. Да. То есть, про Вуди могу сказать столь. Имеется три одинаковые у нас солдата. Я еще раз давайте покажу. Да. То есть, они классные. Прикольные. Зелененькие. Все, как и в принципе в мультике. Очень малюсенькие. Могу сказать вам, что старайтесь их не потерять. Потому что, правда, если они куда-то упадут, то все. Пиши пропало. Да. Про коробочки. Имеется вот солечка коробочек. Как бы да. С одной стороны, как бы зачем они столько их сделали. Они как бы все одинаковые. Гладкая запчасть. И, так сказать, кубик. Все, больше здесь ничего сверхъестественного. То есть, такие вот коробочки. Да. Но можно как бы какую-то сценку сделать. Как будто они вот, например, где-то там солдатики спрятались. Да. Вот так вот. Домик какой-то. И потом бац. Вот так вот все как бы упало. То есть, можно такую типа сценку сделать. Но, как бы на дополнительные. Как бы не то, что дополнительные запчасти. А на самоделке эти запчасти можно использовать. Если сказать вообще про набор. Можно ли пустить на самоделки. Спросите вы. Я думаю, можно, например. Так сказать. Самые основания машины. Можно использовать для самоделки. Вот эти как раз кубики. В принципе, гладкие запчасти. Можно использовать. Принты. Вот где запчасти с принтами. Тоже можно куда-то использовать. И, наверное, как бы столичком. Да. Теперь про конусы. Конусы тоже. Имеется три штуки. Одинаковые. В принципе, можно сделать какую-то тему. Чтобы, так сказать. Вуди, когда будет управлять вот этой машинкой. Да. Сделать такую тему. Как, так сказать. Маленькая трасса. Не трасса. Да. И, например. Мы берем вот такую тему. Делаем. То есть, можно игровую тему по-любому сделать с этими конусами. Но, опять же. Это просто у нас в наборе и есть. Как бы такая, как бы, как сценка. Сценка, не сценка. Но, в принципе. Этого, в принципе, и не нужно. С одной стороны. Но, как бы, есть, так есть. Дальше. Про пультик. Что можно сказать? На мини-фигурку можно одеть. Пультик. Ну, видно, что это пультик. Как бы, вот так. Если мы будем, так сказать, крутить. Да. То есть такой эффект, что, да. Мы машинкой как будто управляем. То есть, здесь все хорошо. И фигурку можно же, конечно же, это взять и одеть. Про артикуляцию фигурки не сказал. Голова, руки, кисть, ноги. Все артикулируется. Двигается. Что в 360, что в 180. То есть, можно фигурку немножко назад наклонить, так сказать. И он будет, естественно, этот пультик держать. Теперь перейдем к машинке. Нельзя сказать, что машинка очень маленькая. Да, как бы, в ладони она вмещает. Все равно виден размер. Да, то есть, ощутим по весу, как бы. Ну, чувствуется, что что-то в руке ты держишь. Имеются вот такие колесики. Это у нас резина мягкая. То есть, как бы, приятно. Да, естественно, катается запросто. Вообще никаких затруднений нет, естественно. Принты. Вот у нас принт имеется вот здесь. То есть, хороший принт. Как бы, ничего не могу плохого сказать. И про верхний также. Дальше у нас показывается, что это машина на пульт управления. То есть, здесь антенна есть. И на пульте тоже. Да, глазки. Вот еще принты имеются. Глазки. Это, получается, такой, как бы, как ротик. То есть, что глазки, ну, тоже красивые, приятные. Все нормально. Сюда также можно в воде посадить. Сейчас мы это сделаем. Ну, что, машинка яркая. Такая, как бы, салатова-голубенькая. Все прекрасно. Все хорошо. Да, то есть, вот это запчасть можно использовать на самоделке. Колеса можно, в принципе, тоже оставить. Да, как бы, машинка классная. Почему бы не взять вот этот наборчик, если так уж все в целом говорить. Потому что, что, если постепенно подводить. Наборчик-то неплохой. Можно, так сказать, поставить на полочке. Вот у нас Вуди сидит и смотрится даже очень-очень хорошо. То есть, на полочке будет смотреться этот наборчик хорошо. Можно использовать, например, что-то на самоделке. Либо так и оставить. Но, как бы, в мою коллекцию этот набор прям входит, так сказать, только так. Потому что имеется еще у меня инопланетянин, баслайдер. И как раз потом, в будущем, вы увидите, куда я все поставил. То есть, вообще, в мою коллекцию это войдет супер. Ну, и, в общем, вот такой у нас получился лего-обзор. Да, то есть, мы рассмотрели вот такой маленький наборчик. Также еще имеется у меня один лего-наборчик. Но его рассмотрим мы чуть позже. Это, естественно, лего-оворочный наборчик. Очень хороший, очень классный наборчик. Но немножечко надо подождать. Про этот что можно еще раз сказать. Хороший берите, естественно, его только с акций. Без акций брать я не вижу смысла. Дороговато слегка. Без акций брать самое то. 7,5 евро. Если даже есть возможность еще дешевле взять, почему бы и нет. Фигурка хорошая, почему бы и нет. Да, есть, в принципе, неплохие запчасти. Если кто-то делает самоделки. Вот этот набор тоже неплох. Можно что-то использовать. Если говорить про такую машинку маленькую. Она неплохая. В принципе, детально. Все, в принципе, сделано нормально. В мультике она такая была. Была. Здесь она выглядит как в мультике. Я считаю, что да. Так что она удалась. Все. Вот стольечко я могу вам сказать. То есть, вот такой получился у нас лего-обзор. Я надеюсь, получился очень хорошим. Я не разучился это делать, а то праздники и, как бы, может, слегка я разучился. Вот, но в общем. Спасибо, что посмотрели. Поддержите эту рубрику лайком, подпиской. Расскажите друзьям, так как лего-обзоры будут выходить. Потому что в 2020 году нас ждет очень много новинок. А, естественно, я их брать буду. Но тоже все постепенно. Пока что новинок у нас мало. Но надеюсь, что очень скоро будут они выходить. В общем, все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал InverPlay, ставьте пальцы, комментируйте, рассказывайте своим друзьям. Чем больше нас, тем лучше. Да, и, в общем, увидимся в новом видео лего-обзора. Всем пока.